всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 по бритью много новостей но так если коротко особо ни на чем не задерживаясь то по опаскам по опаскам тот самый клин который походил небезызвестным вам товарищ при последней заточки я дал усатых игре он его переделал переделал там что пипец все переделал и форму переделал и шейку там переделал там и короче и спуски на опаске прикиньте да он короче переделал там все но блин за . для меня слишком агрессивная это из той серии как он для него как для вячеслава им по кайфу они мурлыкает а у меня поэтому я ее хочу отослать потом скажу кому ну там до полируются под заточит и вот тогда ее можно будет нормально показать плюс еще одна новость великая которая меня чрезвычайно радует потому что те то те опаски которые отправлял михаилу они все вернулись я одну из них попробовал под номером 10 ребята это пока все на словах потом когда-нибудь и обязательно все это покажу но вместе с этим я узнал еще очень много интересного оказывается михаил со всеми своими клиентами создал определенную программу именно вот по этой программе с людьми и работает он всех клиентов разделил на три типа под каждый из этих типов у него есть своя за . которую входит определенный сет камней конечно некоторые коррективы вносит тот металл из которого сделано бритва там много ли нюансов но тем не менее вот под эти три заточки он пытается работать с людьми плюс ко всему сейчас сказать нет ну я сейчас так коротенько потом все равно еще это повторю короче михаил дает гарантий на ту заточку которую сделал не в том смысле что вот там на 50 лет нет а в том смысле что вот человек допустим покупает эту бритву да и вдруг ему по этой заточке что-то не то вот хорошо но вот хотелось бы вот так 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 он ставит эти бритвы все которые мы у него заточили на свое обслуживание то есть человек купив эту бритву спокойно может отправить эту бритву михаилу объяснить что ему там не то михаил ему эту бритву перед получат все что нужно будет делать человеку это просто оплатить доставку вот и все все короче меня это так прям на эти удивило первый раз таким сталкиваюсь чтобы человек вот так относился но раз у нас есть это в россии значит ну значит это хорошо это просто супер так ну а на этом на этом наверное давайте уже подойдем поближе к сути просто давно не виделись поэтому сразу все и вывалил сегодня будем бриться станком опасками опасками я буду если и буду бриться то очень редко на экран а так вполне вероятно что буду бриться чаще но видео с ними писать не буду причина проста вы их очень не любите вот на что уж видео по кулинарии когда выходят на канале они просто все сразу подсаживают и количество просмотров и среднюю продолжительность видео просмотра там и и монетизацию вот все вот короче все что есть на канале красными стрелками вниз это когда выходит видео по кулинарии но я никак не ожидал что будет то же самое когда выходит шоветками или опасками то же самое происходит другими словами если я буду продолжать делать эти видео то я буду делать для канала плохо оно нам надо поэтому спокойно будем бриться тэшками ну а как знаете совсем приспичит прижмет уже прям вообще вот прям ломка начнется вот тогда сам спокойно опасочку возьму побреюсь ну а там уже по ситуации или выложу или так в тихушку просто побрей чтобы не видишь чтоб вас не смущать вот и все ну теперь и с этим разобрались а посему сегодня будет новинка которая была на канале всего лишь единожды но геннадий эстония прислал нам очень интересную штуку вы на крупный план смотрите что да как там тем более не одна новинка там будет несколько а я начинаю а вы догоняете это все предметы нашего сегодняшнего обзора а теперь обо всем и по порядку естественно начиная с бритвы геннадий костромин совсем недавно прислал этот станок на канал за что ему безмерно благодарен это ребята масса моно масса моно нет и дишин выпускается в двух цветовых расцветках это вот такая матовая и есть еще черненькая по стоимости черненькая ненамного там по-моему на 5 10 баксов подороже но суть вся та же самая это 300 стальной станок из нержавеющей стали высочайшего качества изготовления стоимостью 150 баксов но там 149 с копейками кроме своего внешнего вида достаточно необычного он еще отличается тем что и упаковка у него необычная посмотрите вверху просто картонка какие которые мы привыкли а все остальное это пробковое дерево крошка все это клееное вот вклеена вот так вот сделано основание ложи естественно можно не переживать что во время транспортировки во что-то повредиться что-то там сломается потому что ну посмотрите как все мощно ничего не повредиться ничего не сломается какое лезвие использовать да тут геннадий вам полное эти батоны напихал то что у нас тут голова то благодаря ему болеть не будет давайте наверно вот персону персону попробуем поставим потому что этот станок отличается своей деликатностью и мягкостью бритве бритья очень часто его сравнивают со стартом почему я и хочу взять вот именно персону продолжим о станке вместе с ним будет идти вот такой вот паспорт быть где стихах и в песнях обо всем изделие нарисовано да пожалуй что и все сам по себе станок имеет возможность продаваться как собранном виде также вы на сайте можете взять все по частям все что вам угодно отдельно верхнюю крышку нижнюю плиту опаны или комп все это в доступности ручки есть разные есть вот такая вот посмотрите интересных пупырышку на всю поверхность а есть половина ровненькая половину такими пупырышками также на сайте есть конструктор собирать что хотите а потом вам скажу сколько это будет стоить вес тонко 88 грамм это не много не мало это практически золотая середина ну вернее как принято считать что средний вес станков находится предел 50 70 грамм тут 88 так что тут не намного он превышает качество изготовления ребята она тут практически во всем ручка давайте вам покрупнее сделала великолепно просто великолепно интересная вот такая особенность торец ручки смотрите как сделал подставка которую компания точно также предлагает к покупке она учитывает это там такая полусфера интересно сделано но плюс ко всему еще вот эта часть могла бы вас заинтересовать потому что благодаря тому что вот это вот часть на ручке посмотрите сделано именно таким образом при закручивании происходит следующее вот этот цилиндрик давайте вам крупнее покажу вот этот цилиндрик проходит в отверстие нижней плиты а потом вот этим краем попадает на эту сферу и происходит самоцентрирование уж не знаю насколько оно необходимо и нужно ли оно вообще но у этой бритвы это есть он ведь опа опа и от самоцентрировался просто и удобно нижняя плита выглядит вот так номер 207 и дядька он со своими этими катанами здесь же сделано все вот так очень нравится финишное покрытие ребята отработали технологию сделали вообще красиво верхняя плита ну качество качество тут уже не убавить не прибавить это видно прям молодцы просто молодцы давайте уже наконец поставим наше лезвие персона латинум хром чувствуется допуски зажаты потому что лезвие сходит вот еще чуть-чуть и пришлось было прописывать а так вот настолько плотничком здесь после того как вы покладете плиту она уходит у нас этого нет но здесь сделали так но ребята это пускай вас не смущает потому что это скорее всего технологические зазоры которые предполагают чтобы проще было устанавливать и вот такие вот зазоры сделали но это давайте продольные зазоры допуски а поперечные еле-еле слышны но тем не менее они тоже есть и вот после этого то и происходит самоцентрация сейчас благодаря тому что мы начинаем затягивать ответь тырц мы затянули все вот эти боковые по выбирались и все она стала ровно посерединке длина головы скорее всего сорок один с половиной миллиметров специально не меряло интересно было посмотреть по лезвию посмотрите как ушки здесь элегантно торчат урок волос сорок с половиной и у него точно также вот здесь вот маленечко уши торчат скорее всего здесь тот же самый размер фасочки маленечко смотрите сняты чуть-чуть ну давайте посмотрим при таком внешнем элегантном облике и качестве изготовления глупо предполагать что здесь что-то может быть не то по геометрии молодцы ребята вот этим станком мы сегодня и побреемся а поможет нам мыло который прислал леник максим донецкая область украина за что ему огромное спасибо мы вы ребята не простое мыло от элис называется полет шамана ну то есть предполагается что шаман процессе своей трудовой деятельности входит в определенное состояние и начинает летать и вот он пока летает вот он испытывает некоторые эмоции и вот видимо вот эти вот эмоции элиса пыталась запечатлеть то что что здесь несомненно вот прям от сто процентов бабки не ходи это запах дегтя некоторые ребята говорят что здесь тоже еще лесной какой-то запах есть я конечно ссоре но я не учую но запах не знаете как не у мази вишневского не доминирующий такой что она по шарам а такой легко элегантный вот прям чувствуется что его сюда добавляли не на шару не так не на отшибись а вот именно руководствовались каким-то художественным процессом как это будет в работе мы узнаем совсем скоро состав мыла вот пожалуйста на эти детки можете посмотреть более внимательно вес 120 грамм упаковка стандартная пластиковая банка само по себе было средней твердости продавить продавите но легонечко вот так после того как давить его смотрите чуть-чуть даже масла чуть-чуть выступает ребят кто любит дегать дегтярное мыло или что-то вот возьмите тот запах который вы привыкли встречать допустим дегтярном мыле в обыкновенном разделите его наверно раз на 10 15 20 и вот получится вот такой запах так что всем любителям этого запаха скорее всего посвящается нам поможет поможет нам сегодня моих глазах знаменитый уже яки кофемолка почему знаменитый потому что каждый раз когда я смотрю на него он для меня уже как-то знаете но он генератор положительных эмоций в сам по себе нормальный помазок нехороший неплохой вот знаете крепкий середняк узел у него не сказать что особо выдающийся точно такой же как у многих яки то есть и шарик и все как положено все здесь есть ручка ну да сделано качественно но все остальное если вы начинаете смотреть то вы с удивлением обнаруживаете что это не такой помазок как все остальные вот на ручку смотришь и уже приятно и уже хорошо с этой стороны посмотришь вспоминаешь вот какие-то знаете раньше на коробку передач такие вот эти штуки делали пацаны умельцы ну как пацаны на зонах делали и сделано все так элегантно красиво симпатично ну для меня это генератор хороших эмоций вот скажем так и это продолжается когда вы берете его в руки начинаете работать потому что совершенно неожиданно получается что вот эта вот форма сама по себе она хоть и не смотрится эргономичной но тем не менее она до жуть эргономична вот эта вытачка у меня как раз на подушечке пальцев попадает и удобно держать вот эти вот скосы на турочке вот на этой они как раз вот продолжение фаланг пальцев они не мешают и не помогают они просто как естественное продолжение то есть его как ни возьми он радует вот именно наверно поэтому я в первую очередь сказал он для меня знаменит ну то есть приятный реально приятно вот им сегодня и поработаем ну а завершать мы сегодня будем наши действия вот с такой интересной субстанцией которая называется калистар это ну наверно мусс или молочко как это назвать вот беленькая вот такое безалкогольная причем после бритья выпускает компания калистар известная итальянская восемьдесят третьем году я в армию пошел они открылись восемьдесят третьем году и начиная с того времени на выпускали уже столько всего что просто пипец и для мужиков для девчонок ну короче парфюмерная компания которая ну уже 40 странах мира присутствует на полках магазинов ну и как бы сами понимаете на ровном месте такие бы успехи ребята просто так бы не заработали по запаху это очень приятно по действию это тоже очень приятно и тем более это приятно что после работы этого молочка не остается испарены плюс ко всему это молочко для чувствительной кожи и как заверяет сам производитель если пользоваться вот этим молочком на регулярной основе то во первых ваша кожа будет ну не дубовая она начнет привыкать и она все проще и проще начнет переносить процесс бритья и все меньше и меньше будет красных пятен вот как-то вот даже вот так ну короче как ни крути святая вода так что вот посмотрим что это такое хотя я уже пробовал у меня от этого стали столько приятные впечатления уж как шкараб ребята это просто напомнить потому что я от него ухожу на недельку другую потом опять возвращаясь ухожу опять возвращаясь и сегодня когда душу принимал капельку так на палец тыр на лицо нанес и кайда вот пазухи носа в смысле крылья носа обрабатывать и такой кайф но у ребята это это вещь да он не дешевый да он зараза дорогой но он так пахнет приятно так настроение поднимает плюс ко всему он еще и работает шикарно так что вот если от diar harris у вас будет возможность и свободные деньги даже не думайте рабочий вот если у вас есть желание купить и есть деньги а вот только вопрос будет работать не будет работать ребята будет сто процентов будет и еще раз спасибо опасной бритвы за то чтобы когда-то подогнали вот такую штуку очень хорошая годная ну и под занавес хочу вас познакомить с новой чашей которая получил совсем недавно эта чаша от олега канал мужской мир че сказать ребят я когда я увидел я под офигел у меня и раньше то были подозрения смотрите вам нужно специальные знаки ребята уже ставят но сейчас я ясно понимаю что у нас в россии появился еще один мастер то есть еще один мастеровой который умеет шикарно неповторимо со своим почерком с определенным колоритом делать чаши это вот та первая которая пришла от олега и ребят вот посмотрите насколько она нетривиально возможно где-то такие чаши есть еще но почему-то я не на просторах и нет они на ютубах такими чашами не сталкивался потому что она совершенно индивидуально вот эти вот все вот эти вот все вот эти вот изыски вот это просто для меня это 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 прекрасно и каково же было мое удивление когда я взяв вот это вот чашу в руки понимаю насколько человек может градуировать свою работу то есть если вот этого чашу видов допустим для меня среднего такого знаете класса то есть уверенный такой середняк то есть типа как ну я не знаю как кто у нас среднего класса volvo да или что у нас там то вот эта чаша уже она мне кажется более бюджетный вариант ну во-первых размеры во вторых изысков меньше но если это не совсем так визуальных изысков меньше во первых здесь вот та же самая насечка внутри смотрите она уже более такая радиальная поперечная на более геометричная и внутри все покрыто глазурью да нет вот такого арт-хауса который мастер устроил здесь ну то есть она более унифицирована но это все продумано потому что та же самая глазурь посмотрите она выходит и на боковину но не покрывает чашу полностью вовсе нет а вот в этом месте уже начинает сходить на нет и сама ручка уже тоже без глазури только вот здесь вот внутри и и отчетка остается поэтому вот здесь бы если ты рукой держал вот будь это глазурь здесь я не думаю что мне было бы удобно скорее всего подскаляло я справлялся старался бы делать на этом акцент но тем не менее вызывало бы какой-то некий дискомфорт здесь же сейчас вообще даже намек на какие-то дискомфорты нет потому что вот та самая керамика которая осталась без этой глазури она как родная ложится в руку добавьте к этому еще разницу в размерах но тоже такую достаточно интригиально вы наверное удивитесь но внутренний диаметр вот этой чаши и этой не так сильно отличается если здесь на 123 миллиметра здесь он целых 127 у 4 миллиметра разница до согласитесь но сам диаметр чаш отличается очень сильно если здесь он где-то порядка 127 миллиметров то здесь он уже под 150 с лишним за счет вот этих вот выпуклости боковинок вот так вот меняется внутренний объем сама по себе чаша мне понравилось глубина глубина вполне себе приличная для того чтобы работать даже средним помазком и сильно не нагружаться и в то же самое время она достаточно компактно не знаю насколько она меньше или больше той чаши который прислал олег олегу с канала брить или не брить но мне кажется что то вот даже это наверно чуть-чуть побольше чем та которого олега но олега она была с канала брить или не брить она по индивидуальному заказывали к и заказывал покупал но от той чаши которую прислал олег олегу сори за тавтологию ребята я четко было вообще просто в шоке если внешность ее но меня не так сильно поразило хотя она конечно же заслуживает внимание потому что там все индивидуально подписаны под человеком для себя это делал то ребята если вы зайдете на канал брить или не брить и посмотрите на то видео которое олег выложил с той чашей вы просто офигеете когда увидите внутреннюю насечку на чаши таких насечек я не видел вообще никогда нигде совсем а ребята и и уже умеют делать вот все это это собрать вместе в кучу и позволяет не говорить что у нас россии появился новый мастер который еще но мне кажется он еще только ищет свои горизонты свои возможности он до конца еще не изучил он может работать в очень больших диапазонах скажем так от маленького класса от малолитражек до среднего класса больше чем уверен наверняка еще и в этом хай люксе может работать типа мерседесы там феррари и прочее прочее просто он еще наверно до этого не дошел человек еще в поиске человек еще не знает своих возможностей человек еще не знает на что он вообще в принципе способен но радует то что чтобы он не попробовал это смотрится достойно красиво и скажем так ну не то чтобы не фуфлыжно вот знаете вот бывает же что человек старается старается делает делает а в руках берешь ну чё ну вроде обычная и проходит как серая уточка у человека внутри даже какого-то колокольчика даже струнки никакой не задевает так вот олег так не умеет делать он если вот вот эта вторая чаша от него и наверное где-то 5 или 7 которую я вижу на видео других пацанов тоже видел и все мне это нравится это реально по кайфу вот сегодня с этой штукой и будем бриться пошли уже чё тянут конечно же вначале сделаем пришив мыло от эллис эллис это давно известная марка давно известный производитель мыло на украине поэтому как-то представлять ее так я думаю что люди кто в теме наверное не надо вот смотрите два раза вазюк мы какая жижка уже но все же хочу лишь от себя добавить что в этой компании много интересных разработок не каждая не все из них не нравится но тем не менее интересного ребята делают очень-очень-очень много так не замачиваю просто вот так вот намочил чуть-чуть и давайте уже набирать запах дегтя никуда не проходит пока он есть лесной знаете каким-то таким далеким отголоском где-то что-то там может быть и есть сейчас посмотрим когда на лицо нанесем это я вам говорю по впечатлениям от пришивы которые нанес на лицо ну здесь пока только дегтярный запах повторюсь он не массированный не вырви глаз а такой в пределах разумного всем кто любит и помнит массивишневского ребята вы будете в восторге всем кто ее ненавидит ребята не ваш выбор постарайтесь найти другое мыло так ну давайте еще наверно маленечко чуть-чуть наберу помазок туда входит как родной много воды не добавляли сейчас все основные вливания по h2o будут наверно уже в этом банке но смотрите какая прелесть в банке чаша чаша у нас сегодня от олега мужской мир вот такая вот красота чуть-чуть ее согреем так это суда выложу там самый без воды маленечко есть не знаю видно вам или нет и сейчас вот здесь ты начнет все наводить несмотря на то что руки в пене помазок нормально держать 10 капель добавил форма внутренней чаши выложена так интересно что до сбивать хорошо но есть опасения что пена по краям будет переть так ли это сейчас увидим так еще чуть-чуть ох это я даже борзанул наверно там капель 15-20 здравствуйте дорогие подписчики канала home like пока вадим готовится к бритью мы с вами коротенько проговорим один из компонентов косметических средств которые чаще всего вы встречаете в своей жизни это спирт он содержится в лосьонах после бритья к примеру и в бальзамах и кремах после бритья в первых он содержится как база в нем растворяются действующие вещества во вторых он содержится как эмульгатор который помогает удерживаться маслу и воде в стабильном состоянии внутри косметического средства он с одной стороны конечно же подсушивает кожу с другой стороны помогает молекулам других действующих веществ в глубоко в нее проникать есть четыре важных пункта которые вам надо знать о спирте первый спирт бывает разной очистки бывает качественной бывает некачественной второй спирт бывает разной концентрации в одних средствах спирт может быть 90 процентный в других он может быть 50 процентный и это будет очень разное воздействие на вашу кожу чем концентрация спирта выше тем воздействие агрессивная на кожу будет сильнее третий пункт это Это формула средства, в которое добавлен спирт, то есть состав косметического средства. Дорогие, большие бренды нанимают технологов или даже целые институты, целые команды людей, которые работают над сбалансированием всех компонентов внутри косметики, внутри, к примеру, лосьона после бритья. Более скромные производители такими мощностями не обладают, поэтому вкладывают меньше денег в балансирование формулы и работоспособность каждого отдельного компонента менее предсказуема и более видны агрессивные свойства, ну, к примеру, спирта, если он ничем не уравновешен. И четвертый важный пункт, который надо знать о спирте, когда вы смотрите на состав косметического средства, спирт, где бы он ни находился, будет называться словом алкоголь или спирт, но это совершенно не значит спирт в привычном вам понимании. Это может быть 1% спиртовой раствор, а может быть 96% этиловый спирт. К сожалению, мы с вами в большинстве случаев узнать этого не можем, производители это не обязаны указывать, но помните несколько важных вещей. По запаху можно определить очень на глаз, насколько много спирта в средстве и от этого оттолкнуться при покупке. В косметических магазинах должны быть тестеры. Простите, пробуйте за ухом, на шее, на запястье, чтобы в течение получаса определить, вызывает ли у вас раздражение то или иное средство или аллергию, например. И последний пункт, который я хотел бы вам сказать, то, что спирт давно известен, безопасен, его не надо бояться, им надо пользоваться с удовольствием. Особенно это касается людей, которые любят это приятное сжение после бритья. Надеюсь, вам было интересно. Досмотрите видео Вадима до конца и обязательно поставьте лайк. Пока! Да, да, по краям, вот оно. Это в первую очередь из-за размеров помазка. Согласитесь, 26-й калибр, это как бы не хохры-мухры. Будь, допустим, 24-й или 22-й, он бы, да, вот эти вот ободе по краям сделал бы точно так же, но не так быстро. Все, еще чуть-чуть добавлю, маленько. Так, опа! Америка, Европа. Размер узла и нижнее вот это пространство чаши, они примерно совпадают. И при работе получается, что узел, всю эту пену, которую он генерирует, он вышибает с низа чаши и уводит все это вверх. Чисто гипотетически предположить, даже если бы здесь вот загибы были вовнутрь, ну, там, я не знаю, на 5 мм, к примеру, в некоторой степени, возможно, это и спасло бы ситуацию, но я думаю, что это было бы не нужно. Здесь они нафиг не нужны. Она же маленькая, маленькая. Если делать загибы такие, чтобы действительно работали, ну, 5 мм мало, пришлось бы делать сантиметр, а при маленькой чаше, да еще и сантиметр вовнутрь, представляете, чтобы было, да вы бы там помазок не провернули. Поэтому тут все нормально. Опять же, видите, до краев доходит, но не перебирается. Ну, что уже, все уже, наверное, да? Я думаю, побриться нам чай хватит. Все, пошли бриться. Хорошо. Сейчас пока сидел на компрессе, мысли всякие в голову приходили, ну, то, что вот вам сказал, что опаски вы не любите, что я буду их втихушку снимать, и вот этого, знаете, любить и не любить в голове. И какой-то вопрос такой, Иванов, а что ты сам-то любишь? Вот что бы ты хотел? Я вот на эту тему размышлял. Знаете, я бы, наверное, пожалуй, из Асташиева взял бы Флойд, Латоху и Дежавюху. Ну, это из старых. Новую сейчас скоро сделаем. Там еще кое-что интересное есть, но это пока рано. Измыл. Взял что-нибудь жировое, такое, знаете, что... Так волк, это что-то, что-то скользило. Ну, табак тоже, да? Хоть табак мне по запаху и не придел мечтаний, но скольжение-то, ребята, он вещь. И один-единственный станок. Старт 1,18. Залез бы у шкафчик, вытащил бы всю ту, тую кучу лезвий, которые там есть. А их-то немерено, ребята. А их там под 40-50 или даже больше. И вот на старте 1,18 начал бы их гонять, дабы понять, что это все за лезвие. Что они из себя представляют. И заносил бы все это в специальную таблицу. Но, сами понимаете, это все мечты, 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 мечты. Потому что станков, их там штук 10, по-моему, сейчас лежит. Все ждут, покажи. Да и всего остального тоже лежит, покажи. Так что, вот, помечтал за то. Вот, как интересно. Есть легкое подозрение, что зря я сюда персону поставил. Зубастик такой. Но идет эффективно. Эффективно и приятно. Ну, вот, я вот. Ну, вот, я вот. М-м-м, мыло дофига. За пол скольжения ничего не скажу, потому что подсохла, а если намочить, как на коньках, так что смыл, все в порядке. Станок, ну нифига, я бы не назвал его мягким, не, ну так-то он мягкий, но не мягкий, не мягкий, он такой, ну вот сейчас по агрессивности что-то вот, если по старту это 0,9, если по остальным станкам, ну мюллер 69, ой, 89, прошу прощения, что-то типа такого, и то есть мюллер 89, это наверное все-таки с РПЛ, это вот для меня самый идеальный вариант. Любые другие лезвия 89 голове, это для меня просто кирдык, но я тоже много лезвий попробовал, поэтому нас сейчас не проведешь, член на ландыш не похож, и поэтому в РПЛ я только, на смысле 89, только РПЛ, вот это для меня вот прям хорошо, а здесь вот бархатный рез, который все мы любим, который все мы слышим, и вот если он на самом деле бархатный, то есть и по звуку, и по ходу, вот это самый кос, вот самый сенокос, то есть это знаете, это прям вот вышаг, а вот если он по звуку, как бархат, чувствую, что или на грани, или прямо вот это вот идет, вот уже такое, знаете, жим-жимовое, вот это как бы еще не знаешь даже, что с этим и делать, ну сейчас разберемся, разберемся. Пена, то есть понимаете, да, с чем приходится иметь дело, то есть с дурниной ее тут наколбасил, и сейчас вот будем устраивать ее на ПМЖ. Блин, да вы ее. Очень приятная в работе. Может быть из-за того, что мыло не первый день у меня лежит, но я слышал, что ребята за какой-то холодок там говорили, в этом мыле вообще ничего не чувствуют. Оно просто кайфовое. Такое ощущение, что не сладкое безе себе по фейсу раскатываешь, не то самое безе, которое вот сейчас высохнет, и у тебя там не пойми, что будет на лице, а то безе, которое, знаешь, еще ты его убрал, а у тебя еще и кожа влажная такая, приятная, не влажная, а ухоженная, увлажненная, что-то типа такого. Ну давай, вот так вот. Мыло жалеть не приходится. И вот так вот. Угол находится бритья интуитивно. Ручка не выскальзывает, но если бы она более цепкая, это было бы по кайфове и так ничего и так сойдет, но вот если бы, то это было бы то кого, вот что типа такого. Ну, как описал, так и есть. То есть, да, кожа ухоженная, но влаги, вот скажем так, скоблить с этим мылом, как бы, ну, я бы не стал. Оно не в сухость уводит, то есть не так высыхает, что прям вот нельзя станком провести, а кожа уже готовая к употреблению, то есть вот как ты обычный, как ты нормальный. И вот по этому месту, ну, просто не хочется вести станком, но в то же самое время ты понимаешь, если ты намочил, что там мыло дофига, вот типа такого что-то. Я все-таки думаю, что Элис, когда делал это мыло, точно рассчитывал на дозировку с этим. С дегтем, потому что она здесь на самом деле щадящая, она не хотела угнетать людей, это все-таки расширяет рамки поклонников этого мыла, то есть даже кто не любит дегать, но этот запах его не убьет, вот так я думаю. А те, кто любит, ну, будут от него фанатеть и так, и так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Помню себе гудное мыло еще не на один раз. Хорошо. Холодный капресс полностью сделал. И знаете, так прям... Ух! Ух! Зашибись! Ну вот. Да, какое-то легкое покраснение и есть. Но это вообще даже ни о чем совершенно. Потому что... Так, выворачивайся. Это обычно. Это нормально. Вот вы знаете, когда я разношу, что у меня бывает. Поэтому здесь я вообще ничего такого не вижу. Ну и давай лосьончик без спиртовой. Калистар. Так. Нафиг. Ну, дозатор хоть и обуть... Вот так вот, все-таки плюхнул. Но он неравномерный. Я бы вот все-таки, наверное, поменял. Ммм... Пахнет, пахнет хорошо. Пахнет хорошо. Это какие-то жилетовские, на пиво там, денимовские. Вот что-то вот такое. Но благородно. Благородно. Благородно синтетики вообще никакое. Что-то спортивное, энергичное такое. Там H2O. А, Форева и ты полетел. Что-то вот такое есть. То есть вот живое, жилистое, которым пропитана энергией. Это, знаете, вот как энерджайзер. Не только внутри, но там еще и в попу, извиняюсь, два штуки вставили. Вот что-то вот такое. Приятно. Приятно. Не. Запах приятный. Не энергичайзер в попу. Поймите меня правильно. Не поймите неправильно. Ну, короче, вы поняли. Ай, хорошо. Запах, запах. Это бомба, ребята. Вообще хорошо. Просто хорошо. Ну и добавим еще к тому, что это спасение для тех, кто алкоголь это не любит. Ну и уж для деликатной кожи. А у нас есть такие ребята. Снимает раздражение, прочее, прочее. Это я успел заметить по себе. Потому что прошлое видео вы не увидели по той простой причине, что начинал бриться с опаской, где заточка не совсем моя. Там заточка была под супер-пупер щетину. Там миллиметр толщиной. Ну и плюс там с дубовой кожей надо было быть разнес себе, что мама не горюй. Ну и добривался уже совсем другой. Там где-то точка по мне. Ну а морду лица-то в крошево разнес. И вот после этого взял вот этот автошейф, ребята. Вот скажем так, по цвету красноту убрал, наверное, где-то процентов 15-20. А по ощущениям вообще все сняло. То есть я да, вижу, как бы тут все разнесено, но кожа не говорит об этом. То есть вот так успокоило. Хорошая штука Калистар, не дешевый, зараза. На сегодняшний день его можно взять где-то в районе там, я не знаю, там 1500-1800. Ну тут как бы сами понимаете, да. Ну то есть вот. Но зато, зато вещь интересная. Мыло. Мыло отеля. Полет шамана. Я думаю, это нишевый узкоспециализированный продукт. Да, несомненно, хорошего качества и при всем, при том еще и экономичный. Запах ставит его в такие условия, что не каждый человек, который попробует это мыло, оно ему понравится. Но опять же все это балансирует и, скажем так, объясняет всю эту затею мастера, скорее всего, то, что поклонников вот этого запаха, дегтяря, ой-бу-ёй, сколько. Перед вами один из них. Ну то есть если человек любит, то он любит. Ему это нравится. И он за этим гоняется. А у вас это с этим запахом есть? А у вас это с этим есть? Вот за такие запахи спрашивают. Во всем остальном это великолепное, хорошее мыло. По скольжению... Ребят, ну там придраться к чему? Да вообще ни к чему. Пенообразование 5, скольжение 5. Долгоживучесть пены 5. Дисперсионность пены тоже 5. Ну то есть даже то, что вот я там маленечко воды перебухал и вырабатывать не стал. Ну чисто гипотетически. Должно было привести через 5-7 минут крупной фракции и пена должна была попасть. Никуда она не поплывала и никакой фракции не было. Там одна фракция, наша мыльная. Все. Других нет. То есть ну вот это годный нормальный хороший продукт. Фишка которого изюминка это запах. Вот и все. Вот так я к нему отношусь. Вот этот шнапатер. Господи. Ну вот скажи мне, я тебе скажу. Дезинтегратор. Блин. Шкраб. Шкраб. Нет, не шкраб. Ну как вот это? Ну шкраб, да. Что вам здесь? Шкраб. Это элитный продукт, ребята. Вот здесь я его показываю, я сам понимаю, что это не для многих. Не для всех. Потому что у него и ценник такой. И у него конкуренция такая, что ну как бы у парней кофей на этой. И я вам за овес показывал. То есть ну есть чем заменить. Но это элита. Это элита. Если кто-то ищет себе лучших продуктов в этой тематике. Диархарис, ребята. Обратите внимание. Это несомненно стоит, чтобы на него посмотрели и извесили. Стоит, брать не стоит. По работе, по запаху, по ощущениям. Вот потому что он несет человек. Вот здесь все зачет. Вот по цене смотрите сами. На самом деле вещь хорошая. Помазок. Только говорено, переговорено. Это знаете, это тот самый ветеран, у которого не голова в кустах, а в СРС. Это в крестах. То есть это уже почетный ветеран. Это дедушка. Жена дембеля. Ему никому ничего доказывать не надо. Он уже на почетной выслуге. То есть все, что нужно было, он в своей жизни всем и все уже доказал. Это рабочая, хорошая, великолепная машина. И сейчас, кстати, там по-моему даже со скидкой что-то на нее намечается. Там чуть-чуть подешевле сделали. Так что если кто-то ищет себе хоть первого, хоть второго, хоть третьего. Он вполне себе будет годиться на эту роль. Со своей задачей справляется. На ура. Ну. Ну, якерь. Чё. Вот такой вот он гардемарин. Даже вот дегтяря маленько цепанул. Чаша, ёптать. Хе-хе-хе. Я её с окнами на полотенчика убрал и забыл про неё. Ребят, чаша. Ну, я лишь могу повторить то, что и так уже ясно и понятно. У нас в России родился новый мастер. Новая мастерская, которая умеет делать нетривиальные, совершенно свои какие-то произведения из глины. И которые с удовольствием мы будем использовать вся в бритье. Потому что на самом деле выглядит это очень интересно. И Олег доказал, что это всё не одинаковое, что всё это разное. А говорит это о том, что у человека есть воображение художника. Когда у человека есть полёт души, это видно сразу. У него он есть. Плюс, благодаря тому, что он такой, такой он есть, он не может делать каташку. Все его чашки, они качественные. Посмотрите. Ни звука, ни пука. Везде всё ровненько. Везде всё продумано. Везде всё сделано. Вам может не нравиться размер. Вам может нравиться накатка, цвет, прочее, прочее. Так выбирайте то, что вам нравится. Зато всё остальное здесь... Хорошо, хорошо. Мне понравилось. Я бы с удовольствием эти чаши вот точно так же взял бы и отправил бы людям, чтобы люди это пробовали. Но, честно сказать, мне в лом. Потому что я уже столько скатлов отправил. И из этих скатлов, наверное, где-то штуки три или четыре, если не пять, пришли разбитые. И тогда такие поганые чувства на душе, что и человека радости нет. И ты вроде как старался как лучше и обосрался. Поэтому я вот сейчас подумаю, как выжиться из этой ситуации. Вероятно, просто в городе кому-то раздам, да и всё. Но, ребята, это то, что будет жить и будет развиваться, и будет идти дальше. Если на то, конечно, воля создателя будет. А чаши... Теперь на полке есть ещё один производитель, на который очень даже можно обратить внимание и подумать, брать или не брать. То есть, это тема, это вещь. Ну и... Масломуна. Качество. Качество, поставленное во главу угла. Добавьте к этому, что ещё продуманная геометрия, которая даёт этому станку отличные бритвенные качества. Ну, на самом деле, отличные. Здесь есть то, чего нет у старта. Чувство лезвия. Вот для кого это очень важно, ребята. Здесь бы вы обрадовались. Здесь нет того, что есть у старта. Но это его всё равно не умаляет. Это просто другой станок, который может брить так вот, как вот бреет он. Судя по тому, что на третьем проходе всё же пришлось бриться от крышки. Вылет лезвие здесь, ну... Или близок к нулю. Или вот такусенький, махипусенький, что в принципе там можно было бы и пренебречь. Я не думаю, что он выходит за полдесятки. Скорее всего, нет. Может быть, из-за этого он даёт вот это чувство лезвия. Но бриться... Вот кто привык к старту, вот после этого надо будет чуть-чуть маленечко привыкать. Потому что он резче. У него контраста больше. Но в то же самое время здесь есть и плюсы дополнительные. Потому что это будет, скажем так, налагать некоторые обязательства на вас в том плане, чтобы вы не хамили, чтобы вы не борзели, не наглели. А делали всё по чертежу, чтобы не было звезды жул. Чтобы вы определялись в плане техники. Вот так поставил, так провёл и вот ты молодец. А сделал так, вот так вот, получил раздражение. Но что с тебя взять? Иди учись, снова садись два. То есть, вот так. Он чуть-чуть более требовательный к технике, чем старт. Это не хорошо, не плохо. Это просто так есть. То, как сделан этот станок, его не только эстетическое, но и физическое воплощение в этом мире, на мой взгляд, полностью оправдывает ту цену, за которую его просят. То есть, 150 бакинских комиссаров. Ну, этот станок вложен. Вложен. Я бы не стал, знаете, комментировать ни со знаком плюс, ни со знаком минус эту позицию. Ну, я лишь понимаю, за что тут просят. То есть, как бы нормально, как бы хорошо. Единственный момент, до которого я не то, чтобы докопался, но вот если бы была такая возможность, я раз так из широких штанин палочку так щёлкнул и хлопает, а переменилось, я бы здесь поменял лишь бы тактильное восприятие руками ручки. Понимаете, вот визуально она сделана на 5 с плюсом. Вот по пятибалльной шкале на 7. Потому что вот эти вот попрышечки, вот эти вот фигулечки, пипулечки, ты вот смотришь на неё и ты испытываешь, ну, такой неорган, конечно, но у тебя хорошо. Реально хорошо. Молодцы, ребят, продумали. И на сухую ты держишь тоже как бы вопросов йог. И если ты бреешься, у тебя руки сухие, у тебя будет йог по-прежнему, всё нормально. Но вот если ты вот такой же балабал-пересмешник и любишь как бы там не только позвездить во время бритья, а вот ещё и где-то руки намочить, к примеру, или мыло ненароком уляпаться, вот тут-то у тебя вопросы могут возникнуть, потому что ручка начинает чуть подскальзывать. Не критично, совершенно не критично, но всё же это и есть. А во всём остальном установка великолепен. Геннадию ещё раз огромное спасибо за то, что прислал его на канал. И я думаю, Геннадий не стал бы возражать, к сожалению, он давно уже не отвечает на письма. Это тот самый Геннадий из Эстонии, про которого я вам говорил, что у него нашли онкологию. И вот я сейчас даже не знаю, как там, что там, а он молчит. Так вот, я думаю, что Геннадий бы меня поддержал, чтобы вот этот станок поехал куда-то бы дальше. И давайте, наверное, сделаем следующее. Давайте вот этот вот лёгенький набор и мыло, и станок будем считать как один сет. Ну, у меня рука чисто не понимает, что вот это первый присо, а это второй. Ну, несоизмеримо, понимаете, да, ребят? Кто-то сказал бы, раздели там вот одному хотя бы это, а то нет. Пускай это будет всё в одном сете. Так вот, напишите в комментарии под видео, я не знаю там, ну, хочу Масамуну, или там Масамуна моя, Викторович моё. Ну, как-то обозначьте просто, что вот, что вам интересен этот станок. И, наверное, следующее бритьё, когда вот поболтушки-то будут, там мы Лизанейр опять же, итоги и подведём, кому этот станок поедет. Ребята, но это с маленьким условием. Отправку оплачиваете вы сами. Так, ну, повторять не буду, что человек должен быть подписан на канал, если это будет подписчик, но с залоченным аккаунтом, тоже пролёт. Поэтому, ребят, ну, как бы подготовьтесь к розовершу. И подведём итоги, и потом уже, как почта заработает, я этот станок отправлю, и он поедет к человеку дальше нести службу. Это без всяких обязательств, там, обзор, не обзор, там, то, сё, там, вот это вот. Главное, чтобы он кому-то радость приносил, да и всё. Я это делаю сознательно, потому что сейчас вот сегодня в коробочках проковырялся и посмотрел, сколько там ещё станков. И всё это на обзор, и всё это прислали вы. Ребята, если я всё это оставлю себе, ну, вот тут никто не слышит, я сам себе спросил, он в техаре-то не треснет, поэтому, я думаю, что если так слегонца всё это проредить и раздать вам, то, я думаю, ну, это только на пользу пойдёт. Глядишь, кому-то какой-то новый опыт принесёт или ещё что-то. А кому-то просто, допустим, подфоротит. Он собирался, там, новичок, что-то новое покупать, а тут хлобысь и обломилась. Есть только одна отрицательная сторона. Для того, чтобы с Лизонейром подвести итоги, придётся все те комментарии, которые делал. Хотя... А зачем? Не надо ничего тереть. Лизонейром же показывает комментарии, которые выиграл, да? Если там будет написано, что там, а, Викторович, привет, дарам-дарама, простанок, ничего. Ну, у нас человек просто не принимает участие. А если человек написал, хочу Харчо, хочу Масамону, ну, значит, он в деле. Плюс ещё и подписчик, если. Вот как-то так, сумбурные мысли. Но она самозаточение или как там... Нет, не самоликвидация. Самоизоляция. Самоизоляция. Она иногда накладывает. И мы сейчас вот ходим тут, как у Сергей Ёжик. Уже все поперепробовали, чаи попили. И люблю-люблю. Люблю уже... Уже кино начинаем смотреть. То есть надо чем-то заниматься. Поэтому в голове компот ещё маленько не устаканился. Ну, а если так вот разобраться, то очень даже с пользой можно провести время. Добра вам, счастья и радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда-всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»